Здравствуйте, меня зовут Мечаев Михаил, и я у вас буду вести открытый курс по джаву, который будет состоять примерно из 12 занятий. К занятиям будут домашние, будут какие-то тесты по итогам лекций, там практик, и надо будет в конце сделать какой-то итоговый проект. То есть мы постепенно, шаг за шагом, к этому придем, что вы сделаете что-то чуть больше, чем какую-то учебную задачу. Ну, чтобы это как-то работало было, там в реальном мире существовало. И при этом сама по себе программа, та, что на сайте, это как бы не догма, я ее буду менять. Поэтому на нее сильно ориентироваться не стоит, будет она правиться. Но примерно то, что там написано, то оно и будет, да. Какие-то базовые вещи по джаве, синтаксис, классы, как пользоваться коллекциями, рефлекшеном, аннотациями. Вы, наверное, это все, возможно, вы это уже знаете или нет. Ну, то есть непонятно, какой у вас уровень, поэтому будем по ходу дела разбираться, в зависимости от этого строить программу. То есть это какие-то основные вещи по джаве, плюс будут дополнительные вещи, да, как правильно писать код, как его там собирать, как это использовать, как тестировать, работать с базой данных. То есть не просто джава, а еще джава, как сказать, в реальном мире. При этом, если вы какую-то часть, ну, то есть не совсем хотелось бы на какие-то базовые прям вещи акцентировать внимание, тем более, что существует в интернете уже какие-то курсы, да, которые в этой полной мере это раскрывают. Ну, не в полной мере, а в какой-то степени. И вот есть такие ссылочки, да, один из них, это то, как работать с гитом. То есть вам по напряжению всего курса придется работать с гитом, так или иначе. И это будет все на гитхабе. Поэтому первая ссылка, это просто про гит. Вторая ссылка, как на гитхабе там создать репозиторий, как там сделать мерч, все это, какие-то базовые вещи. Также есть курс по, ну, то есть если вы что-то не знаете с гитом, то можно вот открыть, типа how-to и, скорее всего, вы там найдете то, что вам надо. Там такая пошаговая инструкция обучающая. Также есть курсы по джава на степике, там джава интердакшн с выражением массива класса коллекции. Ну, про коллекции там он не очень полный, да, но вот интердакшн и стендсмен сценарей, оно, в принципе, раскрывает суть вопроса. Поэтому желательно их пройти, если вы не до конца это все знаете. И это все проходить можно через IntelliSH IDEA, у них там есть связь с этими курсами, то есть вы открываете IDE и вам там показывается само задание, вы его делаете, жмите кнопочку «Отправить» и получаете ответ, правильно, неправильно. Если кто-то занимался олимпиадным программированием, есть тут такие. Один человек. Ну, в общем, схема там такая, ну, похожая на олимпиадное программирование, что есть какая-то задача, есть задачи-тесты, вы пытаетесь решить задачу, при этом сделать так, чтобы все тесты прошли. Тесты вы не знаете, но у вас есть описание того, что надо сделать. Соответственно, если вы написали все корректно, то вы получаете плюсик, идете дальше. Что будет сегодня? Сегодня будет, ну, как бы, сегодня будет мало о Java, поэтому, наверное, это будет не два часа, а поменьше. Но в первой части мы немножко поговорим о Java и языке, во второй части зарегистрируемся на GitHub, скачаем проект и будет выдано домашнее задание. Почему, собственно, Java, да? Java уже который год занимает первое место среди популярности по языкам программирования. И, в принципе, скорее всего, какое-то время это будет продолжаться, хотя дальше посмотрим. В мире Java произошли некоторые печальные изменения, поэтому, возможно, это все будет не навсегда. Но в ближайшее время точно оно так будет. Ну, и при этом Java довольно простой язык, ну, то есть, как сказать простой, то есть, если вы пользуетесь там плюсами или там C, то вы, скорее всего, занимаетесь каким-то системным программированием, который близко к машине. Пытаетесь там самостоятельно памятью манипулировать, создавать объекты, удалять объекты. И это делать не то чтобы просто, надо больше держать в голове. Java уже позволяет абстрагироваться, как минимум, от операций с памятью, потому что там есть garbage collector, и он более высокоуровневый, чем там плюсы или там C. Ну, у него тоже есть своя сфера применения, то есть, обычно в медицине, например, или там в ракетостроении Java не используют. Потому что, поскольку память собирается в Java не руками, то программа из-за этого, ну, там будет дальше программ garbage collector, программа останавливается. То есть, она может на какое-то время остановиться. И если вы сделаете на Java какой-нибудь там аппарат для поддержания работы сердца, то кто-нибудь может умереть. Да, ну, как бы, случайно, просто потому что программа подвисла. Но есть другая сфера применения, например, там, ну, как бы, сайты большие или небольшие, где это не так критично, если пользователь там секунду или сколько-то там подождет, ну, даже меньше. Поэтому там Java имеет наибольшее распространение и очень полезно. В общем, что из себя Java представляет, да? В Java есть какая-то виртуальная машина, которая запускает, собственно, и исполняет этот код. Есть какая-то библиотека стандартная, то есть вам, то есть, смотрите, есть, например, такой курс, как алгоритмы структуры данных, да? И вы на нем, по идее, учитесь, ну, там, в университете, еще где-нибудь. И вы на нем учитесь то, как там писать правильно сортировки, массивы, все такое, как это делать оптимально. Плюс, если, ну, это все уже в какой-то степени в самой Java есть. И опять же, если кто-то занимался олимпиадным программированием, то иногда есть задачи там на длинную арифметику, например. И вот если вы возьмете плюсы, то вам придется самим городить эту длинную арифметику, открывать учебник по математике, понимать там, как это, по программированию, понимать, как эти длинные числа складывать, вычитать эффективно, делить, умножать. Ну, например, в Java это уже есть. То есть в Java есть большая библиотека для работы с числами, целочисленными, с плавающей точкой. Так, сейчас вернемся, с плавающей точкой. И есть какие-то структуры данных алгоритмов, которые уже как бы написаны, вам не надо их заново изобретать. И есть большая библиотека с многопоточностью. Ну, то есть, смотрите, вам дается не голый язык, типа, делаете все, что хотите, а вам дается еще какая-то поддерживающая штука, которая позволяет вам писать программу быстрее и эффективнее. То есть, если вам нужно отсортировать объект, то вы можете взять уже то, что уже существует, и воспользоваться. Ну, и, соответственно, в виртуальной машине есть своя спецификация. И также есть компилятор, который тоже компилирует по правилам. То есть, есть не только лишь единственный вендор Java. Вендоров много, компиляторы разные, но все они должны как бы подчиняться вот этим правилам, которые указаны в документации спецификации. То есть, вы можете сами себе выдумать и свой компилятор создать, если хотите. Другой момент, что эта спецификация написана относительно абстрактно. Ну, и как бы есть доли, ну, как бы есть вольности о том, ну, то есть, разные вендоры напишут разный компилятор, и он должен совпадать только лишь вот по вот этим правилам, которые там есть. Также, возможно, вы слышали, что в Java есть две такие штуки, GDK и JRE. Кто-нибудь знает, чем они отличаются? Ну, GDK для разработчиков, JRE просто для запуска программы. Да, смотрите, то есть, если вы хотите написать какую-то для Java программу, то вам на ваш рабочую машину, там, ноутбук, компьютер, нужно поставить GDK. Тогда вы сможете писать программы, там, компилировать, запускать их, радоваться жизни, смотреть, как они меняются. Если же вы не разработчик, и вам нужно просто где-то эту программу запустить, то вам достаточно скачать JRE, и это та штука, которая эта программа запустит. Ну, то есть, на своем рабочем ноутбуке вы ставите GDK и разрабатываете, на каком-нибудь удаленном сервере, где вам нужно просто запустить, вам достаточно установить только JRE. Это будет меньшая часть подножества всего Java мира, но его будет достаточно, чтобы запустить где-нибудь, да, там, на сервере или там, на кофемашине. Тем более, что когда Oracle придумали сделать разделение на модули, они, как бы, еще больше это уменьшили. Ну, то есть, если у вас есть кофеварка, то на нее надо какое-то место выделить, да, и память, чтобы эту Java поставить. JRE — это уже меньшая часть того, что нужно, ну, точнее, минимум, да. И плюс, когда Oracle поделили Java на модули, объемы еще уменьшились. То есть, вам, вы уже можете взять не всю Java, а только те части, которые действительно нужны. При этом в Java есть разные версии. Когда-то было популярно Java ME, где-то лет десять назад, когда вот были всякие там кнопочные телефоны, там, Nokia, все такое. Тогда была популярна Java Mobile Edition, и она позволяла делать вот эти маленькие приложения для вот этих телефонов. Сейчас она уже не так популярна, потому что программа, в основном, пишется под Android, который тоже на Java, да, и... Ну, не только лишь на Java уже, но в основном на Java. Или там для Apple на Swift, либо как там Objective-C. Дальше есть часть Java, которая Java Standard Edition, и это скорее... Ну, это то, с чем мы будем работать. То есть, там есть много всего, что позволяет вам писать программы. Ну, то есть, там есть большая часть того, что нужно, чтобы... Как выразиться это правильнее? То есть, скорее всего, вам Java Standard Edition хватит для всего, что вы хотите, скажем так. И есть Java EE Enterprise Edition, но ее в 2018 году передали Eclipse. Кто-нибудь знает, да, есть Eclipse Foundation. Ну, это похоже чем-то на Apache Community, да, есть еще Eclipse Foundation. У них есть своя среда разработки Eclipse. И им Oracle передал права на Java Enterprise Edition. То есть, раньше Enterprise Edition надо было... Она была платная. Нужно было идти к Oracle, покупать ее, платить деньги за ее использование. Но при этом с помощью нее можно было легче делать какие-то сервера, да, на Java. То есть, если вам нужно высокое, там, нагруженное приложение, то с помощью Java EE предоставляло дополнительную библиотеку для удобства написания таких программ. Ну, в основном, это работа... Ну, собственно, с работой сетью, да. Обработка запросов, диспетчинг этих запросов и тому подобное. Вот передали эту штуку в Eclipse. И дальше там будет еще одна новость про Java. В общем, при этом Java программы... Да, смотрите, зачем нужна виртуальная машина? Виртуальная машина нужна, чтобы запустить Java, в принципе, везде. Это, на самом деле, не совсем правда. Но считается так, что если у вас есть виртуальная машина... Ну, то есть, если вы смогли на ваше устройство поставить виртуальную машину Java, то окей, вы вашу программу запустите. Ну, нюанс есть в том, да, что для каждой платформы нужна своя виртуальная машина. Но зато вы не зависите... То есть, вы, как разработчик, не зависите от конкретного устройства. Ну, то есть, если опускаться на уровень системный, да, то там надо понимать, какого типа процессора у вас стоит, как там регистры расположены. И за вас все это как бы знает виртуальная машина. Сам же код на Java, он компилируется в некий байт-код, который в итоге исполняется. И это обеспечивает кроссплатформенность. То есть, вашу программу исполняет не сама, как бы... Не сама машина. То есть, если вы написали программу на плюсах и ее скомпилировали, то вот программа... Ну, компьютер сам знает, как ее исполнять. Потому что это уже машинный код, который понятен. В случае с Java генерируется байт-код, который понятен виртуальной машине, но не совсем понятен самому компьютеру. Ну, байт-код, он более упрощенный. Там где-то 250 с чем-то инструкций. И все ваши программы в него компилируются. При этом в Java есть какая-то часть, которая... Ну, то есть, если вы запустите Java-программу, то часть этой программы скомпилируется в байт-код, часть будет в каком-то смысле транслироваться. Знаете, есть такое слово hotspot. Вот что вот оно значит в контексте? Ну, то есть, оно про Java, для чего оно нужно и что это? Ну, смотрите, то есть, есть такая штука hotspot. Она говорит о чем? О том, что мы запустим нашу Java-программу, но мы не все части нашей программы скомпилируем. Дальше же в процессе ее исполнения виртуальная машина посмотрит, какие части программы наиболее часто используются, и их переведет какой-то там код близкий к машине, то есть оптимизирует. Если кто-то писал эти программы, точнее, участвовал в олимпиадах по программированию, то там была такая вещь, что если программа на плюсах, то ее запускают с первого раза и смотрят, сколько время она работала. Если это программа на Java, то программа на Java запускают несколько раз. Так называемый прогрев. То есть, если вы пишете программу на Java, сдаете ее в проверяющую систему, проверяющая система замеряет не первое исполнение, а там какое-нибудь там пятое, десятое, пятнадцатое. Как раз таки для того, чтобы какие-то часто используемые части Java скомпилировало. Ну, полностью, да. То есть, там есть такие нюансы, что есть, например, класс ArrayList. Может быть, слышали о таком Java. И он, в принципе, подходит, ну, в большинстве случаев, там 90-95 процентов, скорее всего, вы используете ArrayList. И если вы в методе напишите там лист, ну, как бы интерфейс листа, то есть ArrayList наследуется от интерфейса лист, то Java, скорее всего, скомпилирует вам код для экземпляра ArrayList. Больше ничего делать не будет. Если же в какой-то момент времени придет туда какой-то другой экземпляр, ну, наследник этого интерфейса лист, то вот только в тот момент Java научится обрабатывать, ну, работать с этим экземпляром. То есть, по мере исполнения программы, программа сама себя оптимизирует. Ну, не программа, да, а виртуальная машина оптимизирует эту программу. Также в Java есть сборка мусора. Это то, что вам нужно делать руками в плюсах или там в C, и то, что не нужно делать в Java. На самом деле, в Java тоже можно обратиться напрямую к памяти, но с какой-то, скорее всего, вам это не понадобится. То есть, чтобы это сделать, надо знать, что вы делаете. Но это сделать, в принципе, возможно тоже. Ну, то есть, смотрите, когда вы запускаете Java программу, вам система выделяет какое-то количество памяти, которое Java использует. Если Java запрашивает, ну, если ваша программа запрашивает еще памяти, то программа идет к системе и просит, типа, да, еще чуть-чуть. Система ей дает еще кусочек. Ну, можно как бы выйти за границы этого всего, так называемый off-hip. Если где-то слышали, можете там прогуглить понятие такое, да. Соответственно, если вы в процессе, то есть в процессе работы программы, вы создаете какие-то объекты, которые лежат в памяти, ну, ваша программа начинает занимать больше места. Когда эти объекты становятся больше не нужны, Java сама понимает, что они не нужны, и память освобождает. Также, поскольку есть второй процесс, да, что у вас есть память такая, как бы нарисовать, то есть у вас есть большой кусок памяти, создаются объекты, они создаются где-то. То есть вам надо какой-то большой кусочек, да. Вы его создали, заняли, сделали, еще какой-то кусочек заняли. Потом память освободилась, и у вас появляются дырки. И второе, да, что делает garbage collector, это уменьшает дефрагментацию. То есть если вы много раз запросили объекты, эти объекты какое-то время очистились, у вас на этом в памяти появляются дыры, которые garbage collector начинает оптимизировать и в какой-то момент компоновать все вместе, чтобы объекты рядом лежали. Это позволяет более эффективно ее использовать и выделять большие объекты. То есть смотрите, если вы возьмете большой кусок, и у него останутся какие-то… Ну смотрите, типа у вас есть много-много памяти, вы заняли какие-то кусочки, и получается, что если что-то занято, то вы больше, чем до этого момента, не сможете забрать. Поэтому есть смысл взять все вот эти там типа маленькие куски объединить вместе, и вам достанется уже больше кусок, которые вы сможете за раз получить. Соответственно, удаляются недостижимые объекты, а поскольку есть недостижимые, есть и достижимые, которые продолжают жить. Ну, соответственно, добраться до объекта можно, если на него есть ссылка. Ну, вы писали, да, я думаю, на Java? То есть есть какие-то ссылки, которые указывают на объект в памяти, на адрес. Ну, ссылка – это то, почему можно достать объект, который лежит в памяти. Соответственно, есть две вещи. Вон где-то на стеке создали эту ссылку, либо положили в какую-то глобальную переменную это в каком-то классе, там статик, не статик, либо у вас есть какой-то объект, который внутри себя содержит ссылки на другие объекты. Ну, знает кто-нибудь про проблему сборки мусора? Почему не всегда можно собрать объект? Да, правильно. То есть если у вас есть, знаете, есть такая сущность, например, linked list. Кто-нибудь, может, слышал, да? То есть есть какие-то узлы, они являются все ссылками с какими-то дополнительными данными, и каждый узел указывает на другой узел. Если взять и сделать цикл, то получится, что у вас есть достижимый… И указать, да, что объект достижим. То получается, что у вас… То есть смотрите, если вы… Если гарбач-коллектор узнает, что есть какой-то узел, он пойдет дальше, увидит, что на него ссылаются. Пойдет дальше, увидит, что на него тоже ссылается. Пойдет дальше, увидит, что все на все ссылаются. Соответственно, такой объект удалить нельзя. Но как бы если иметь вот эти… То есть появляется объект, который сам про себя все знает, сам на себя ссылается, поэтому с какой-то степени его удалять нельзя. Потому что он… Ну как бы есть какой-то объект, на который вы достучались. Но, в принципе, если понимать, что из реального мира на него уже не добраться, то это все можно удалить. Так, дальше есть третья новость. Такая, да. Здесь, наверное, слайд не совсем корректный. Но Java стала, в общем-то, платная. И теперь, если вы хотите использовать ее в бизнесе, ну или вообще, да, то вам за нее надо платить. Либо ваша программа будет работать не очень хорошо. Потому что обычно, как, смотрите, есть разные версии Java. Какие-то версии Java поддерживаются долго, так называемые long-term. И есть версии Java, которые поддерживаются не очень долго. То есть вот восьмая Java до сих пор саппортится, да? Сейчас есть одиннадцатая версия, которая будет долго поддерживаться. Между ними еще была девятая и десятая. Сейчас вот появилась двенадцатая, у которых будет ограниченный срок жизни, да? И обычно люди что делали? Выходила новая версия такая вот с долгой поддержкой. Ждали полгода. За эти полгода разработчики Java правили там, фиксили баги. И программа становилась стабильной. Ну, точнее, не программа становилась стабильной, да? Версия Java становилась стабильной в какой-то степени. То есть большую часть ошибок и проблемы за полгода фиксили. Теперь Java сказала, что типа давайте вы будете первые полгода пользоваться бесплатно, а через полгода скачать версию уже будет нельзя. То есть либо вы платите деньги, либо через полгода никаких вам обновлений. Пользуйтесь тем, что есть. Ну, и правьте баги сами, да? Которые возникнут. Но все стало не так плохо, потому что есть какие-то альтернативные решения. То есть есть OpenJDK, там AdoptOpenJDK, RedHat. То есть это все версии Java, но за которые уже не нужно платить деньги. Но это будет поддерживаться не Oracle, а какими-то энтузиастами, да? Которые… Есть, например, еще Azul. Они тоже хотят денег, но вроде как не так много, как Oracle. Ну, то есть смотрите, типа, что эти версии поддерживают уже не сама вот эта большая корпорация, да? С кучей разработчиков, а какие-то альтруисты, которые саппортят эту штуку. То есть жить все-таки можно, а можно еще там самим коммитить и фиксить баги в эту штуку. Ну и, соответственно, в рамках курса мы будем использовать одиннадцатую Java. В марте выйдет двенадцатая, но долгосрочный релиз – это одиннадцатая. Ну, то есть смотрите, исходя из слайда предыдущего, да, можете сразу ставить что-то, что не Oracle. Почему бы и да, да? Соответственно, будем использовать одиннадцатую, это долгосрочный релиз. В марте выйдет двенадцатая, ну, там посмотрим. Не очень, ну, там есть полезные фичи, что можно строчки складывать более удобно в основном. Все так же. Так, теперь давайте про саму Java. Так, это первая лекция, вот вам простой пример, да, смотрите, hello world. Вы, наверное, ну, все же писали, да, уже такую штуку. Смотрите, здесь всего сколько там? Пять строчек. Но эти строчки скрывают в себя много информации. Давайте разберем, да, что такое паблик? Публичный класс. Что значит публичный класс? Доступный из других классов. Хорошо, смотрите, да, публичный класс, доступный из других классов, модификатор доступа еще там было, вы говорили. Нужно ли всегда писать паблик, когда вы создаете классы? Ну, смотрите, да, то есть если вы назвали, создали файлик, назвали его как-то .java, то у вас там должен быть публичный класс с таким же названием. Все, что кроме, можете уже слово паблик не использовать. Дальше есть класс, да, это тип того, что у вас создается. Что еще бывает кроме класса? Структуры не бывает. Ну, смотрите, если говорить о чем-то, как сказать, есть такое понятие в математике, да, не помню как оно называется, ну, короче, которое объединяет одно и то же понятие, да, вот. Класс, ну, типа, и классы тут относятся к группе того, что есть, получается, интерфейсы, есть классы, есть аннотации, есть и намы. Больше вы, в принципе, в Java ничего создать не можете, только четыре этих вещи. То, что говорили abstract, это немножко другое, но формально вот есть четыре сущности, да, интерфейс, класс, аннотации и нам. Вернемся к ним позже. Дальше, когда вы что-то создали, вы должны это как-то назвать. При этом назвать желательно правильно. То есть правильно, если это класс, то это должно быть, должны быть существительные, и они должны быть написаны в таком формате, да, что каждое слово с большой буквы. При этом нежелательно использовать аббревиатуры и сокращения. Дальше идет скобочка, да, которая определяет какой-то скоб. Что такое main? Ну, функция, не то слово, правильное слово, метод. Ну, в какой-то степени это да. Ну, давайте ответим, тогда следующий вопрос, да. Может ли вот, если кто-то писал, да, уже, ну, я так понимаю, все писали, может ли в качестве аргумента прийти null? А как это сделать? Ну, смотрите, это точка входа в программу, так или иначе у вас, когда вы запускаете вашу программу, вам передаются какие-то аргументы. Если вы запустите Java программу без аргументов, то здесь будет, ну, как бы, пустой массив размера 0. Ну, то есть это будет не null. Как сделать так, чтобы сюда null пришло? Ну, короче, посмотрим с другой стороны. Это, если вы что-то назвали public static void main, string, массив строчек, да, с параметрами массив строчек, то это может быть какой-то потенциальной точкой входа в программу. Ну, то есть это не обязательно точка входа, да, именно. У вас этих мейнов может быть, ну, сколько угодно. В каждом классе свой мейн. Но чтобы запустить вашу, ну, то есть так или иначе, чтобы программу запустить, вы должны вызвать какой-то мейн. Но этих мейнов может быть много, поэтому одна, ну, то есть нельзя запустить программу без мейна, но можно сделать много разных точек входа. Соответственно, и более того, это не только лишь точка входа, а это еще и целый метод, да, вы можете его вызывать из другого класса, например. То есть у вас есть класс, который использует класс HelloWorld, и вы в нем можете вызвать у него этот метод, типа HelloWorld.main. Передать ему все, что угодно, хоть null, хоть пустой массив, хоть не пустой. Так, ну, смотрите, дальше public все еще модификатор доступа. Что такое static? Да, смотрите, правильно, да, что у вас вот есть класс, у него есть что-то, что static. Это значит, что, ну, давайте сейчас вернемся к теории, да, у вас есть две вещи. У вас есть сами классы, то есть вы описали как-то класс, и у вас есть экземпляры этого класса. То есть это описание объекта, экземпляр класса, это уже сам объект со своей жизнью, как бы, да. Ну, это не совсем конструктивный пример для этой вещи, да. Но если вы сделали что-то static, то вы можете это использовать просто у класса, типа HelloWorld. Делаете там, пишите точку, вызываете метод main. Вам никакие экземпляры не нужны. То есть это то, что существует во всех экземплярах класса HelloWorld. И даже вам экземпляр не нужен, чтобы этот метод вызвать. Ну, кстати, вернемся позже. Что такое void? Да, смотрите, то есть void, ну, как бы, возвращаемое значение, тип у него получается void. Что означает, что вы возвращаете. Ну, то есть после исполнения этого метода вы получите результат, ну, как бы, никакой. Никаких побочных эффектов. Не побочных эффектов. Ну, да, ну, короче, возвращаемый результат будет не типа void, ничего вам не вернется. То есть можно было бы указать, например, int и вернуть какую-то чиселку. Чтобы ничего не возвращать, пишется ключевое слово void и, как бы, окей. Main, соответственно, это просто название метода. Дальше есть ключевое слово final. Что оно означает? Ну, хорошо, константа. До какой степени константа? Могу ли я поменять что-то в args, если это константа? Так, ссылка постоянная, значит, ну, возвращаясь к тому же вопросу. Ну, ссылка постоянная, все правда, да, ссылка постоянная. Допустим, в args вы запустили программу и в args передали несколько параметров. У вас там длина args, там, троечка, например. Можете ли вы, если… То есть final писать не обязательно, да, если вы… Типа public static void main просто без final string args, и это будет точкой входа. Допустим, есть final, и вы передали три аргумента. Это какие-то не пустые строки. Соответственно, вопрос, можете ли вы поменять их в процессе исполнения? Ну, вот у вас string с индексом 0 будет там abc. Можно ли это изменить на что-то другое? Ну, на самом деле, да, то есть вы… Если написано final, то вы не можете написать args равно, new, string, типа массив какой-то длины. Но если этот массив не пустой, то есть там есть какая-то длина, то вы, в принципе, можете любую из ячеек, которые у вас существуют, менять. Вы не можете изменить значение вот этого args, но args – это ссылка, которая указывает на какой-то массив. В массиве есть ячейки, и значения в этих ячеях можно спокойно себе изменять. Final вам в этом не помешает. Так, ну давайте дальше. Еще есть system. Что такое system? Ну, библиотека – не то слово. Тоже не то слово. Пакет. Нет. Что еще? Материнский класс? Нет. Так, ну смотрите, system – это просто банальный какой-то класс, такой же, как Hello World, но этот класс находится в стандартной библиотеке Java. Его уже за вас написали, докинули ему каких-то методов, и это просто класс. Тогда что такое out в этом смысле? Нет. Там ссылка хранится на поток. Да, смотрите, это ссылка на выходной поток. Ну то есть, как сказать, ссылка на класс какой-то другой, да? И при этом, как можно заметить, он статичный. У вас нет экземпляра класса system, у вас есть просто system. Вы написали точку, написали out. Значит, out – это какая-то статичная ссылка на какой-то объект. Конкретно на стрим вывода данных. В, ну, терминал в стандарт out, как говорится. Дальше что такое print line? Ну, это метод, который выводит какие-то символы куда-либо. Принимает вот аргумент строчку, да? То есть формально вы обратились к какому-то классу, у которого есть статичная ссылка на объект, который умеет работать с вводом-выводом. Конкретно с выводом. Вызвали у него метод «напечатай строчку и сделай перевод строки». И передали аргумент. Ну, то есть hello world – получается параметр метода. В случае с print line параметр метода – это класс string. И вот он внутри себя выведет строчку в system.out. Ну, точку запятой надо писать, чтобы операция закончилась. Скобочки – ограничение сколпа, да? Классы ограничены скобочками, методы тоже ограничены скобочками. Каждая операция ставит с точкой запятой. Так, давайте дальше. Типа, есть вот эти вот паблик, не паблик, есть модификаторы доступа. Кто-нибудь… Ну, я думаю, вы видели, да? Кто-то уже такую картинку? Или не картинку, а… Если открыть Oracle… Как они там… Как они там… Не доку, а tutorial по Java… То вот там примерно то же самое. То есть у вас есть четыре параметра. Четыре параметра. Это паблик, protected, private и ничего. Формально вы не можете сейчас написать такое слово. Package private, да? Но на самом деле есть уже мысли у создателей Java сделать это ключевым словом. То есть если вы вот тут вот не напишите паблик, то это будет соответствовать вот этому package private, который не будет… У которого нет своего собственного ключевого слова. Но уже хотят зарезервировать. Ну, не только лишь это, да? Там есть список каких-то имен новых, но и это тоже. Соответственно, в чем разница, да? Что у вас вот есть… То есть внутри класса вы можете видеть все. Внутри класса это значит… Ну, вот внутри вот этих скобочек, да? Какой модификатор вы не напишете, вы все увидите. У вас будет доступ ко всему. Внутри package вы можете получить доступ ко всему, кроме private каких-то полей, да? И классов. Ну, классов нельзя сделать private? Неправильно выразился. Нельзя сделать private класс верхнего уровня. Если класс вложенный, то, в принципе, все нормально. Также есть подклассы. И вот смотрите, как можно заметить, да? Вот protect, он позволяет и в пэкадже, и в подклассах показывать. Ну, делать это. Это нужно за тем, что если у вас… Ну, знаете, что такое package, да? Ну, отлично. Перевод хороший. Ну, то есть package – это какое-то согласование того, как группировать java файлики в вашей структуре программы, да? То есть формально там папочка, 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 папочка с какими-то правилами наименования. И внутри папок складываются конкретные уже классы, интерфейсы, там, аннотации и намы. И вот здесь есть нюанс, да? Что если у вас есть класс, у класса есть что-то, что там protected… Ну, давайте не protected, а где вот здесь красное? Вот, типа, нет модификатора никакого. То если у вас есть класс, и у него есть наследник у этого класса, но этот наследник лежит в другом пэкадже, в другой папочке, то вы доступ к этой переменной не получите или в методу. Если же вы укажете модификатор protected, то из другой папки, ну, из другого пэкаджа вы получите доступ к тому, что вот с таким модификатором. Ну, и, соответственно, если что-то паблик, то вы можете это всюду получить к этому доступ. И есть еще такой момент, ну, давайте к этому вернемся. То есть, смотрите, вот здесь вот system, да, это вообще непонятно где лежит. В какой-то библиотеке, которая находится в какой-то стандартной либе. В общем, в принципе, у вас вообще нет к этому доступа. Вы не можете взять и этот system видоизменить, скажем так. Но при этом доступ к нему вы можете получить. И к переменной out можете получить доступ. Типа окей. Ну, там также могут быть какие-то там приватные переменные, да, к которым доступа у вас нет. Или методы. Так, ну, типа сущности уже смотрели, да, есть интерфейсы класса, аннотацию и намы. Ну, детально разберем позже. Ну, давайте, кто знает, в чем разница между... Ну, вот есть интерфейс. Что из себя представляет интерфейс? Обязательство для класса выполнять определенные методы. Ну, да, правильно. То есть интерфейс – какой-то контракт, обязательства, которые обязаны выполнять те, кто этот интерфейс реализует. делают implement. При этом с 8-ой Java в интерфейсах... Если раньше в интерфейсах нельзя было ничего делать, можно было только что-то объявлять. При этом там был модификатор доступа public static final. В случае с методами public abstract, то в Java 8 появилось ключевое слово default. Мы посмотрим дальше, да, в курсе. И теперь стало можно использовать в интерфейсах какие-то... Писать методы с реализацией вместе. При этом в Java есть классы, и классы могут быть еще абстрактными. Знаете про абстрактные классы что-то? В чем отличие абстрактного класса от обычного класса? Ну, то есть это какое-то ограничение без бонусов. Какие бонусы? Ну, допустим, можно взять абстрактные классы, животные, и уже от него наследоваться там кошки, собаки... Ну, я понимаю. То есть смотрите, как бы то, что нельзя создать экземпляр абстрактного класса, это ОК, да? Типа есть такое ограничение. А какие бонусы дают абстрактные классы для вас, как разработчиков? Ну, давайте объединим два ответа, да, последних. Что у вас... То есть абстрактные классы, они, в принципе, нужны для иерархии, для наследования. То есть у вас может быть класс наследуется от... Ну, то есть если у вас есть два класса, и вы понимаете, что у них есть что-то общее, то вы можете создать родительский класс, назвать его абстракт, и в нем реализовать какой-то метод. Ну, то есть можно либо сделать это как контракт, написать абстракт-метод или абстракт-класс, сделать, ну, то есть можно использовать абстрактные классы как какие-то интерфейсы. Это в чем-то схожие понятия, но при этом вы также можете сделать какую-то общую реализацию. То есть обычно как используется, да, вы написали абстрактный класс, потому что вы не знаете, как это реализовывать. То есть сделали абстракт-класс, в нем сделали абстрактный метод, потому что вы не знаете, что хотите. Это знают наследники, реализующие, наследующие от этого класса. И у вас есть еще методы, которые не абстракт, для какой-то общей логики. И получается, что если у вас есть интерфейсы с методом default, то это очень похожая штука. Давайте, вы вообще видели уже, да, это и интерфейсы писали, скорее всего, да, и абстрактные классы писали. Соответственно, можно кто-то объяснить, в чем все-таки, в чем существенная разница между интерфейсом с дефолтными методами и абстрактным классом? В интерфейсе тоже можно написать дефолтный метод, тоже будет какая-то реализация. Можно поля объявлять. Можно создать ссылку с помощью абстрактного класса. Ну, интерфейсы тоже можно создать. Ну, можно сделать какое-то множественное, ну, не множественное наследование, да. Extend, наследоваться от классов можно только от одного, а интерфейсов можно реализовывать несколько. Это да. Что-нибудь еще? Ну, вопрос... Ну, да, это второе отличие. То есть, хотя поля в интерфейсе объявлять можно, но они все public static final, поэтому вы можете оперировать только с константами раз, либо вызывать какие-то другие методы в этом интерфейсе. То есть, если вы видели, есть такой класс предикат, да, который объявляет такой контракт, что у вас есть метод тест, в который вы даете что-то, и вы должны вернуть true или false, типа подходит, либо не подходит. Ну, сделать такой фильтр. Соответственно, у этого предиката есть дефолтный метод, который позволяет вам сделать, например, отрицание. Или там сделать end, то есть добавить еще какую-то штуку. То есть это вызов метода с другими, ну, то есть цепочка вызовов такая получается. В случае же абстрактного класса у вас переменные могут быть как public static final, но это как назовете, так и уже переменные экземпляры класса. Поэтому, если вам нужно какой-то state изменяемый, да, то вам нужно использовать абстрактный класс. Если state не нужны, то тогда интерфейс. То есть вроде эти две вещи похожи, но так как от классов можно следовать только от одного интерфейса множество, и у интерфейсов все статичное и final, а в абстрактных классах можно делать какие-то экземпляры, ну, переменные для экземпляров, то это чуть отличающиеся вещи. Аннотации. Так, кто скажет, зачем нужны аннотации? Ну, reflection, хорошо. А для чего для reflection? Ну, давайте правильнее ответим. Аннотации нужны не для reflection, а с помощью reflection можно сделать что-то классное с помощью аннотаций. Вот. Например, с помощью аннотаций написаны тестовые фреймворки. Вы пишете там собак тест у метода и класс, который должен эти классы запускать, он просто ищет методы с этой аннотацией и пытается их там по очереди запустить. Ну, плюс с помощью аннотаций можно дать какие-то метод данные. Возможно, вы там еще видели, например, Spring. Видел кто-нибудь Spring? В общем, Spring — это такой фреймворк, который позволяет, ну, скажем так, быстрее создавать сервера с помощью языка Java. То есть такой большой фреймворк, который многие рутинные операции вам упрощает. То есть вам, например, не нужно писать своими руками код для чего? Ну, вот пользовались сайтами, скорее всего, да, и вы вот шлете какие-то запросы на сайт, где какие-то get-запрос с параметрами, да, либо post-запрос с параметрами. И вот с помощью Spring можно довольно легко настроить, что вот этот метод должен обрабатывать ссылки, ну, вот такие конкретные ссылки. Там, типа, слэш, индекс, там, обрабатывается таким-то методом. То есть вы вешаете аннотацию, говорите, какой путь, какой адрес, типа, в интернете у этой штуки, и получаете request-response для обработки. Но оборотной стороной медали является то, что вы ничего не понимаете, как это работает внутри. То есть повесили аннотацию, ускорились, но если у вас что-то сломается и пойдет не так, придется скачивать исходники, открывать Google, открывать коверфлоу и много-много гуглить. Но в базовых вещах вам это все ускорит жизнь. Ну, то есть вы можете свои аннотации создавать, да, и писать на них свой собственный код, как вариант. При этом аннотации бывают, ну, про аннотации еще будет отдельная лекция, да, ну и плюс еще аннотации бывают разные, да, в момент компиляции, в момент исполнения и еще. И, например, вы, наверное, все видели такую аннотацию, как оверрайт. Вот ее можно писать, можно не писать. Формально Java вас не обязывает это делать. Но от каких ситуаций вас этот оверрайт спасает, если вы ее напишете? Ну, смотрите, аннотацию оверрайт нужно писать у тех методов, которые переопределяют родительские методы, да. Окей, от каких ситуаций теперь эта аннотация вас спасает? Нет. Ну, вот можно переопределить метод и не написать аннотацию эту оверрайт. А можно написать. Если вы ее напишете, то в какой-то момент она вас может предостеречь, скажем так. Мы точно знаем, что мы именно это не запускаем? Нет. Ну, неправильный ответ еще. Ну, как бы это в правильную сторону, но ответ неполный, скажем так. Спасибо. Спасибо. Так, а что значит, она уже выполнится, хотя не должна? Ну, скорее, нет чем, да? То есть, смотрите, ситуация такая, что у вас есть какой-то класс родительский, да? У вас есть иерархия классов, у вас есть какой-то родительский класс, вы написали, в нем создали метод, да, все хорошо. Потом вы создали еще один класс и написали у него класс, extends, вот этот родительский. Дальше вы решили этот метод перегрузить, ну, не перегрузить, а определить, да? Сделали оверрайт этого метода и поставили еще аннотацию. Теперь в течение жизни у вас может сложиться такая ситуация, что у вас там этих наследников стало очень много, при этом и кто-то вдруг взял и придумал взять родительский класс и удалить этот метод из родительского. Теперь, если вы эту оверрайт аннотацию не поставили, у вас джава спокойно себе заработает. Если же у вас аннотация оверрайт была, то джава в момент компиляции попытается найти такой метод у родителя. И если этот метод у родителей найден не будет, то ваша программа не скомпилируется. Ну, то есть вы перегрузили метод, написали оверрайт, и если кто-то из нас... Если у родителей этот метод исчезнет, то вы об этом сразу же поймете. То есть вот от таких ситуаций спасает эта аннотация. В том смысле, что если вы вдруг учли не все классы... То есть это может быть вы сами сделали какой-то рефакторинг, но вот случайно заметили не все классы, и вам джава сообщит об этом. Ну и, соответственно, и нам, это просто тип перечислений. Я думаю, вы тоже им уже пользовались когда-либо. То есть можно... Раньше что делали? Раньше делали... Ну, не только раньше, сейчас тоже. Брали, например, интерфейс. То есть если вам нужны какие-то строковые константы, можно что сделать? Можно взять интерфейс, в него налепить кучу-кучу полей с какими-то значениями. И вот у вас получился пул констант. А не все public static final, все хорошо. Множество каких-то константных полей. При этом, если у вас есть инам, то это тоже какое-то перечисление, это может быть все что угодно. В том смысле, что это формально... Можно их использовать как строчки, но строчки с корректной проверкой на equals. То есть если у вас есть у инама несколько полей, то вы пишете просто равно-равно. В случае со строками вы пишете string.equals, другая строчка. В случае с инамом вы можете просто сделать равно-равно. И также у инама можно передать дополнительные... Ну, не метод данный, да, дополнительные параметры. То есть вы назвали там... Например, вы сделали инам с названием... как там... год, да? В него запихали месяца и добавили к ним параметры сколько там дней в месяце. Кто-нибудь видел, например, timeUnit? Есть такой класс в Java. Видели timeUnit? Ну, в общем, в Java есть такой класс timeUnit. Он находится в Java Concurrent библиотеке работы с многопоточностью. И там с помощью него можно легко число трансформировать. Ну, то есть у вас есть какое-то время в миллисекундах. Вы его можете легко конвертнуть там в секунды либо в минуты. И это все построено на этих инамов. То есть там есть инам секунды, ну, параметры там секунды, миллисекунды, минуты, часы. И есть дополнительные методы того, как из часов там получить минуты и все остальное. Так, теперь давайте есть еще модификаторы, да, и их порядок. Порядок здесь не просто так. На самом деле это порядок, про который договорились. То есть вы, ну, смотрите, вы когда пишете Java программу, по-хорошему вы должны писать вот эти все модификаторы в том порядке, который здесь указан. То есть плохо делать это как-то наоборот. И есть специальные проверки, которые могут вам запретить написать это в неправильном порядке. Так, ну давайте пробежимся, да, быстро. То есть public — это модификатор доступа, protected private тоже. Abstract — применим к методам и классам. Как раз таки, что неполная реализация, из-за чего нельзя создать экземпляры. Default — это метод с каким-то телом в интерфейсах. Static — то, что принадлежит конкретному экземпляру. Вроде бы для стерилизации нужно, когда какой-то объект стерилизуют, что, допустим, вот это поле можно не стерилизовать. Так, ну хорошо, это все правильные слова. А для чего нужна стерилизация? — Допустим, у списка объектов записываем файл. — А еще? — Ну, смотрите, в общем, все как бы верно, да, что… Смотрите, что у вас вот есть какой-то Java-класс с какими-то полями или экземпляр. Вы хотите его трансформировать в какие-то байты, которые там положить на диск или передать по сети, положить там базу данных, файл, ну, короче, куда угодно. И есть механизм стерилизации, который умеет из классов делать вот этот список байт. Соответственно, Trangent говорит о том, что какое-то конкретное поле можно не стерилизовывать. Ну, например, чтобы оно место не занимало просто потому что… Ну, то есть вы экономите на размере объекта, а само поле по-хорошему можно вычислить в процессе диск реализации. Ну, то есть Trangent — это те поля, которые не надо записывать в байты, если объект серилизуется для каких-то там целей, да, передачи какой-то. Ну, Валатайл… Ну… Для потока безопасности? Ну, это не поток, а безопасность. Это… Ну, Валатайл тоже будем рассматривать позже. Ну, смотрите, вот есть два слова — синхронизм Валатайл, да, это прям многопоточную среду. И может так статься, что у вас есть какая-то общая память у вашей программы, а есть какой-то кэш, да, еще… Ну, как бы у каждого процесса, который исполняется, есть какой-то кэш и есть общая память для всей программки. Соответственно, Валатайл — это о том, что любое чтение такой переменной будет происходить не из кэша, а из общей памяти. Ну, то есть бывает так, что у вас многопоточная среда, несколько потоков, одна и та же переменная, но вы где-то в каком-то потоке ее поменяли, и это изменение неизвестно в другом потоке. Ну, это накладные расходы на многопоточную среду, но вот Валатайл говорит о том, что любое чтение и запись будет происходить сразу в общем месте, и изменение такой переменной увидят все. Также есть слово синхронизм, которое говорит, что какой-то блок кода можно использовать только в одном потоке для многопоточной среды. Ну, native — это что этот метод исполняется не на Java, а, например, там на плюсах написали код в какой-то библиотеку и другой. Ну, более понятной машине делегируем исполнение. Если кто-то пользовался GWT, кто не знает про GWT? Google Web Toolkit. Ну, в общем, есть такой фреймворк, который позволяет делать проще сайты, но уже не позволяет, он немножко устарел и неудобен. Но там тоже есть слово native. Ну, то есть смотрите, что позволяет делать этот GWT? Он позволяет вам писать код на Java, и этот код на Java компилировался в рабочий код на JavaScript. Но если вы хотите написать код на самом JavaScript, то вам надо создать метод, указать у него native, и, в принципе, вы можете уже не с помощью Java, а с помощью самого JavaScript написать код. Ну, и также в случае с Java, да, что если вы пишете native, то это уже какой-то код на плюсах, который исполняется. А strict FPS — это для математических вычислений, есть там стандарт математики, но это рассмотрим тоже позже. Так, смотрите, есть еще, кстати, мы немножко задержались, но есть еще немного слайдов. Я предлагаю сейчас еще минут 15 их посмотреть, они закончатся, потом будет перерыв и займемся практичными вещами, скажем так. В общем, смотрите, давайте еще 10 минут 15, закончим все эти слайды. Перерыв и потом какая-то небольшая практика. В общем, есть еще типы переменных. Переменные бывают четырех видов. Давайте разберем, что такое переменные экземпляры класса. Что такое переменные экземпляры класса? Как мы создали это? У каждого объекта свои переменные. Ну, смотрите, это класс, это поле в классе просто, которое не статик. Не статичное. В общем, не статичное поле. Переменные классы — это тоже поле, но уже статичное. Локальные переменные — это переменные, которые создаются в методах внутри. И параметры метода — это то, что этот метод передается. Но если взять этот пример, то здесь будет какая-то переменная. Ну, вот это HelloWorld можно было бы вынести в какую-то переменную локальную. Параметры метода здесь — Arx. Переменная класса будет вот этот Out, поток вывода. Ну и что там? Переменные экземпляры класса там не представлены на том примере. Дальше вы, наверное, в курсе, что в Java есть типы данных. Они бывают примитивными и ссылочными. Ссылочные разбирать не будем. Это, в принципе, все ссылки на объекты, ну и массивы. Разберем примитивные типы. Примитивные типы бывают разные, да? Есть целочисленные, сплавающая точка, логический и void. Давайте, кто знает все типы? Давайте, целочисленные. Их всего 5 штук. Ну и еще char. Например, с плавающей точкой их, соответственно, два float double. Да, float и double. Ну логический один, блин. И void — это то, что ничего не возвращает. То есть вы можете написать ключевое слово void, а можете даже… В Java есть специальный такой класс типа void, который говорит о параметре типа такого. Ну окей, собрали все. При этом, как вы, наверное, знаете, у каждого примитивного типа есть еще класс обертка. То есть если вы создали переменную типа byte, то это переменная, которая лежит на стеке, место в общей памяти не занимает. Если вы создаете объект типа byte, то это уже экземпляр класса. У него есть свои методы, он занимает какое-то место в памяти. Ну и поскольку у него есть свои методы, то он в какой-то степени… Ну его использовать… Я бы не сказал, что удобнее, но он более, как бы, как сказать, более мощный. А byte просто там хранит значение. Ну и так же со всем остальным. При этом, если вы когда-нибудь создавали там какой-нибудь там ArrayList, да, то вот вы в ArrayList не можете положить просто там byte или short или int. Вы должны создать ArrayList объектов. И, соответственно, это будут вот эти вот обертки. То есть если вам нужен ArrayList int, то вам надо сказать, что у вас ArrayList int. Если вы туда будете класть int, то формально у вас создастся неявно объект int с тем значением, которое было. При этом есть еще такие ограничения, да, что как бы… Все эти типы занимают разное количество. Чар при этом беззнаковый. И если, смотрите, здесь вот есть два вопросика. Кто объяснит, что это такое? Ну вот то есть 30-byte занимает 8-бит. Short занимает 16-бит. А int вроде как занимает 32. А boolean вроде как 1-бит, потому что тут всего true-false. Ну так ли это на самом деле? Ну, в общем, если вы откроете доку по Java, то они вам скажут, что условный там byte 8-бит, short 16. boolean занимает 1-бит информации, но мы вам не гарантируем, что они будут занимать именно там 32-бита. А boolean 1-бит. То есть в зависимости от реализации, в зависимости от вендора Java, эти типы могут занимать другое количество. Ну, другой размер у него может быть. То есть Java не дает гарантии, что int и boolean это именно 32-бита и 1-бит. Хотя работа с ними именно как с 1-битным и как с 32-битным. То есть значений больше, чем 32-бита вы в него не положите, но де-факто он может занимать больше памяти. Ну, вот есть у них какие-то границы, да, в смысле того, что диапазоны граничные. Ну, в общем, ясно, да, что здесь там 2 в 30, 2 в какой там, минус 2 в 15-й. В 31-й, там в 63-й, здесь 2 в 7-й. И более того, вот эти границы вы можете найти, но с помощью оберток. Так, вот этих вот. Ну, и у оберток еще есть метод такой value-off, например. Если вы видели, он делает из просто переменной переменной обертки. И вот там еще есть битые константы такие, да. Что у вас есть min-value, max-value, и вы можете ими как-то оперировать. Ну, и дополнительно у этих всех, ну, есть еще методы какие-то, да. При этом, если вы посмотрите, все эти типа данных, они final, и наследоваться от них, в принципе, нельзя. Нельзя создать наследника этих типов. И есть вот границы определенные. Ну, это не так презентабельно, да. То есть, если вам нужно что-то узнать, минимальное value, то вот просто берете и вызываете. Ну, кстати, вот вопрос на засыпку, да. Что если у вас есть цикл типа int, и вот вы вот это значение крайнее перешли. То есть, у вас вот есть integer max-value. Вы сделали integer max-value плюс-плюс. Или там плюс равно 1. Что произойдет? Ну, да, то есть... Да, то есть там есть такой цикл, что если вы заходите за границу, то начинаете сначала. И, возможно, кто-то даже с этим встречался, с таким понятием, как умножение по модулю. Знает кто-нибудь об этом? То есть, если вы работаете с большими числами, и вам, в принципе... Ну, то есть, вот здесь вот нельзя получить значение больше, чем 2 в 61 минус... 61, да? Сколько там? 2 в 63 минус 1. При этом, если вы будете умножать, 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 скорее всего, вы в какой-то момент переполнитесь. И у вас значение будет отрицательным. Поэтому берут какое-то число большое и умножают по модулю. Ну, то есть, если значение превысит, то вы берете модуль, и у вас значение все еще остается положительным. Ну, там есть свои нюансы с математикой. То есть, надо это делать математически корректно, это умножение. Но это позволяет избежать переполнений. Вот, есть еще ключевое слово final, которое вы уже видели. То, что перемены приинислируются один раз. И, кстати, вот есть значение по умолчанию. Кто знает, какие значения по умолчанию у примитивных типов? Ну, да, смотрите, у всего 0. Если это объект, то это null. Ну, то есть, string, например, там null будет. А если это boolean, то это false. То есть, если вы сделали что-то final, то вы должны явно указать значение у переменной. Ну, и впоследствии вы не можете это поменять. То есть, как ссылкой, да, у вас переменная может быть ссылкой на что-то. Значение это вы поменять не можете, но объект по ссылке вы измените. В принципе, у вас право такое имеется. То есть, сказать, что вот эта переменная равна другому объекту, вы уже не вправе. Но вы вправе взять по этой переменной объект и что-то с ним сделать. Final также можно повесить классом. Тогда вы не сможете отнаследоваться от этого класса. И вы не можете сделать final abstract class. Ну, просто по той причине, да, что это бесполезно, поскольку абстрактный класс, экземпляр абстрактного класса создать нельзя. Чтобы можно было что-то сделать, надо абстрактные методы переопределить. Но если класс final, то сделать это нельзя. Ну и поэтому просто взяли и запретили делать final abstract классы. Либо у вас класс final, либо у вас класс abstract. Ну, потому что абстрактный класс явно поразумевает, что нужно как раз-таки наследование. То есть это в каком-то смысле противоречащие друг другу вещи. Также есть final методы. Ну, их тоже нельзя сделать абстрактными. Плюс, если вы сделали какой-то final метод, наследники его переопределить не могут. Вот, еще есть ключевое слово static. Смотрите, это все, что было на картинке про Hello World. Final там был, static там был, поэтому мы сейчас разбираем. Про static. Ну, в реальном мире, когда еще столкнемся с static, я еще отдельно про него скажу, напомню про него. В чем разница между переменной экземпляра и переменной класса. Ну, то есть формально, да, что-то, что static, оно принадлежит не экземплярам, вот этим объектам, да, оно принадлежит самому классу, и вам не нужно создавать какой-то объект реального мира, чтобы этим воспользоваться. При этом вы, если писали программу, то, возможно, вы видели, что если вы написали public static void main, начинаете в нем писать какой-то код, и решили в том же классе сделать обычный метод без static модификатора, то вы такой, и то вы из этого static метода получить доступ к нестатику не сможете. Скорее всего, вы с таким встречались, и вам как бы говорится, либо, ну, то есть, что из static контекста нельзя вызвать не static что-то. Кто знает, по какой причине это все? К какому нестатику полю мы будем обращаться? Ну, к любому, к любому нестатику полю. У нас же экземпляров много. Да. А, это ответ на вопрос. Ну, да, понятно. Ну, то есть, как бы правильный ответ, да, что если вы написали static, то этот static принадлежит всем экземплярам. Соответственно, если вы из static захотите обратиться к переменной не static, то Java не поймет. Ну, и, собственно, она это запрещает. Потому что переменная экземпляра, которая нестатична, она принадлежит уже кому-то реальному объекту. А static принадлежит всем и никому. Из-за чего нельзя так делать. То есть, внутри static можно использовать только static. И формально можно с помощью static делать какие-то чистые функции. Если вы знаете там Haskell, ну, что-то функциональное. Там есть такое, типа, peer function. Штуки без побочных эффектов. То есть, вы дали какой-то вход. Вы получили какой-то выход. И в реальном мире больше ничего не поменялось. Ну, то есть, например, это может быть там метод mass.power, да? Ну, не power, там, pull. Возвести число в степень. Вот вы передаете стартовое число, передаете степень. Получаете число в степени возведенной, но при этом вокруг этого всего ничего не поменялось. Жизнь как бы никак вокруг не изменилась. А есть нечистые методы или там, как говорится, в плюсах функции, которые внутри себя еще изменяют реальный мир. То есть, вы вызвали какой-то метод и взяли еще какое-то поле, поменяли. Ну, как бы это уже не совсем чистый метод. Но это... И обычно static используется для оптимизации. То есть, с точки зрения читабельности кода, static как бы не очень хорошая штука. Потому что... Ну, обычно логика такая, что если что-то не изменяется и нужно всем экземплярам, вот используем слово static. Но при этом, например, в андроиде это слово очень популярное. Потому что static говорит также о том, что у вас только один экземпляр чего-то будет, да? Вот один раз вы за этот static проинициализировали и живете с ним. И он доступен как бы... Ну, можно сделать так, что он будет доступен отовсюду. Ну, в чем это противоречие? Конфликт здесь с объектно-ориентированным программированием. Что вы можете взять, написать mess. Ну, допустим, плюс. Дать две переменных. И у вас будет метод статичный, который всегда будет с вами. Один раз этот класс mess создастся. Один раз этот метод проинициализируется. И у вас всегда будет возможность две каких-то переменных сложить. А можно написать объектно-ориентированный код. Можно взять и написать класс, у которого будет метод add. И, соответственно, для каждого сложения будете создавать этот класс. Ну, то есть создать класс, который умеет что-то складывать, проинициализировать его двумя переменными. Как это назвать? Давайте назовем класс. Там addition. У него есть конструктор, принимает два int. У него есть метод типа сложить. Этот метод возвращает вам сумму двух переменных. Получается, что чтобы что-то сложить, вам нужно создавать новый экземпляр. Потреблять больше памяти. С другой стороны, вы теперь можете использовать ленивые вычисления. Как в Haskell каком-нибудь. То есть вы создали этот класс сложения или когда-нибудь потом, в будущем только, вызвали этот метод add. Когда уже потребовалось. Ну, сделали этот плюс. А статик как бы он живет. Ну, как бы один раз создали. Всегда у вас есть. Памяти больше не потребляет. И может использоваться как бы, ну, отовсюду. Вам не нужны какие-то новые объекты. И при чем тут Android? Android тут при том, что как бы телефоны не очень-то… То есть в ноутбук можно впихнуть много памяти, да, на сервер еще больше. А в телефон много не впихнешь. И чтобы все работало быстро и потребляло меньше памяти, вот они используют везде статик. Там это хороший тон. Ну, хороший тон как бы не от хорошей жизни, а от ограниченности ресурсов. Вот и последнее. Это есть такой еще naming convention в Java. То есть на самом деле, когда разные люди писали, пишут программы на Java, на Java. В какой-то момент они столкнулись с тем, что все пишут по-разному. И надо как-то договориться о том, как писать программы правильно. Ну, не правильно, а так, чтобы всем было понятно. И родился большой такой документик. Там в конце будет на него ссылка. О том, как правильно это все делать. Как классы номиновать, как отступы правильно делать, как скобочки расставлять. И один из этих подпунктов – это правило наименования. То есть если у вас класс, то вы пишете там большую букву первое слово, второе интерфейс. Также методы с маленькой. Поля тоже с маленькой. Константы пишут через нижнее подчеркивание. Ну и пакеты через точку. Ну там просто нельзя по-другому написать. Но имеется в виду, что буквы маленькие. То есть если вы где-то пишете код, и вы пишете его совместно с кем-то, то скорее всего вы будете все это соблюдать. А если не будете, то как бы не очень хорошо. Вас потом другие не поймут. Ну и плюс есть дополнительные соглашения. То есть если класс, то надо назвать его как существительное. Без аббревиатуры. Методы глаголами. А поле чем-то коротким, чтобы было понятно. То есть не надо называть переменную i. Можно назвать ее counter, как вариант. Чтобы было понятно, для чего она используется. Вот есть там ссылка на minconvention. И в принципе первая пара кончилась. Дальше будет много практики. Ладно, давайте посмотрим, как работает с Git. Вот допустим вы создали репозиторий. Теперь его можно к себе. К себе склонировать. Для этого берется вот эта штука. Пишется git clone. И смотрите, есть нюанс, да, что если вы это делаете через HTTPS, то желательно вот тут вот указать ваш логин. Потому что в конечном итоге гитхаб у вас просит пароль. То есть либо у вас уже есть настройки гитхаба, где есть связь между вашим гитхаб аккаунтом. А если нет, то есть смысл указать типа логин, собака и дальше ссылочка. Потом, когда захотите что-то запушить, то он попросит пароль, вы его введете и дальше это запомнится. Вот я склонировал пустой репозиторий. И теперь можно здесь, здесь пусто. Вот он. Давайте что-нибудь создадим. Ну вы окей, типа делаете git commit. И вот сейчас на push он попросит, скорее всего, пароль. Нет, не попросил, ладно. Теперь у вас получается репозиторий уже не пустой. Вот, теперь вы можете скачать. Сделайте себе клон. Чтобы сделать клон, тут можно нажать клона download. И будет ссылка либо по SSH, либо по HTTPS. Если у вас SSH с гитхабом не связан, то проще сделать по HTTPS. Ну, то есть смотрите, надо сделать не так. Надо зайти в репозиторий, нажать здесь кнопку fork. Этот репозиторий появится у вас, его копия локальная. И вот эту локальную копию свою собственную вам нужно сделать клон. Ну и там вы, соответственно, укажете и вот здесь авторите еще дополнительно, где будет ваш логин. Ваш собственный в ссылочке. Ну давайте, кто-нибудь один это сделает и... Ну вот, уже 14 человек сделали fork. Ну, гитклон сделать не так уж сложно. Теперь смотрите, давайте создадим проект. Вам придется не создавать проект и заиспользовать уже, который будет. Ну, допустим. То есть открывается и будем использовать Gradle для системы сборки. Это вам пока не важно, но просто создадим с этой помощью проект. Да, смотрите, по поводу идеи. Я уже как-то говорил на открытом, на дне открытых дверей, что если вы берете идею, то там вы, как студенты, можете взять себе не community edition, а платную. То есть если вы студент, то можно зарегаться на сайте, там, jetbrains.com, указать свою рабочую, ну, не рабочую почту, а университетскую почту. И в течение года вы сможете пользоваться полной версией идеи. Если через год вы сейчас студент, то можно продлить, да, через эту почту. Так, сейчас. Теперь, чтобы что-то создать, вы нажимаете там. То есть в вашем случае вы нажмете import. В своем случае я делаю create new. Вот здесь есть Gradle. У меня уже стоит один и стоит JDK. Ну и восьмая тоже есть. Мне нужна только Java. Next. Группой здесь надо что-нибудь указать. Ну, например, Java OpenCourse. Сказать next. Gradle вам не нужен формально, свой собственный. Его идея умеет сама подтягивать. Соответственно, дальше жмете next. Так, вот здесь не GitHub на самом деле. Ну, то есть это вам формально делать не надо повторять. Да, это просто я сейчас создаю при вас проект. Так, что-то не то. Теперь идея сейчас подтянет все нужные зависимости. Вон там стартует Gradle, стартует скрипты. Какие-то задачи. И у вас уже есть структура проекта. Соответственно, у вас уже есть main, где лежит, получается, Java папочка есть. Test, где тоже есть папка Java. То есть если вы захотите сделать что-то помимо Java, то тут создастся там папочка JavaScript или там еще как-нибудь. Ну вот, то есть вот Java и это Java, это корни для сорцов, а это корень для тестов. Дальше у вас получается много лишних файлов. Здесь вот есть идея Gradle. Так, давайте их сейчас добавим. То есть не так делается. Получается git status. Вот появились какие-то папочки точка Gradle, точка идея. По-хорошему вот эти точки тут не нужны. Поэтому создадим файлик. Gitignore кто-нибудь знает, как его пользовался? Все? А Gitom вообще все пользовались? Не все, да? Окей, то есть нужно, смотрите, чтобы какие-то файлы не попали в этот удаленный репозиторий, вам нужно создать файлик с названием .gitignore. Добавить его в git. И здесь с помощью паттернов можно указать, какие файлы не нужно перекидывать дальше. Ну, собственно, на сам GitHub закидывать. Здесь пока есть вот эти лишние файлы .gradle и .idea. Давайте их выкинем .gradle .idea. И если еще раз сделать теперь git status, то вот они их уже нету. Они никуда не пойдут и никуда не закинутся. Вот, теперь тем, кто скачал, сделал формк и скачал проект пустой, предлагается эти изменения научиться вытягивать. Если вы умеете, то проблемы не будет. Если не умеете, то заодно... Ой, что-то я не тот сделал. git . То есть сейчас я закинул только gitignore. Ну, и теперь еще раз. Так. Вот, теперь там в репозитории будет достаточно файлов для того, чтобы сделать через идею импорт этого репозитория. Теперь, кстати, вопрос, смотрите, вопрос на засыпку. Можно сделать вот такой вот класс. Смотрите, по-хорошему через Gradle надо запускать файлы по-другому. Но мы пока Gradle не будем рассматривать, будем запускать классы просто через идею. Открыли класс. Если тут есть main какой-то, то можно нажать стрелочку зеленую, вызвать run и класс запустится. Как это делать через идею, ой, через Gradle будет позже, пока Gradle нужен на будущее. И есть такой вопрос. Смотрите, если у вас будет большой-большой проект, то получится ли у вас заиспользовать... Ну, давайте сейчас пример приведу, да? Создадим еще пэккеджи. Кто знает, как правильно? Смотрите, если у вас есть сайт polis.mail.ru. Да, все правильно. То есть смотрите, если делаете какой-то сайт, то вы должны пэккеджи назвать в обратном порядке. Соответственно, делаете ru, делаете mail, делаете polis. Ну, вам это не надо делать, я запушу. Вот у вас появился пэккедж. Дальше, после того, как вы создали, дальше уже как хотите, так пэккеджи и называете. Главное, чтобы это внутри, ну, той организации, в рамках которой вы это будете делать, либо там в одиночку, было понятно, что к чему. Поскольку тут... Ну, давайте еще сделаем что-нибудь там open, потому что это open. и тут сделаем еще один. Теперь вопрос. Могу ли я из Hello World 2 вызвать вот этот main? и на вопрос наоборот. Могу ли я из этого Hello World 2 вызвать main Hello World 2? А если еще подумать... Ну, то есть вот по отдельности все окей. Они у вас сразу пэккеты будут? Ну, да, конечно. Пэккет импортируем? Ну, хорошо, давай я импортирую пэккетж, да, типа делаю. Import. Role. Mail. Police. Open. Hello World 2. Здесь делаю... Hello World 2. Main. Словный now. Запускаю. У меня все вызвалось. А как отсюда вызвать первый? Ну, это как бы можно в голове идти с корня, а как в Java? Ну, в общем, ладно. Смотрите, если вы делаете классы без пэккеджа, то вы их нигде в вашей программе заиспользовать не можете. Просто потому что, чтобы что-то заиспользовать, надо это заимпортить. Заимпортить можно только то, у чего есть пэккедж. Поэтому, так как у Hello World нет никого пэккеджа, то это сделать нельзя. Ну, если я сделал вот так вот, да, вдруг напишу Hello World, мне скажут, ага, нажми специальную супер-клавишу, и я заимпорчу. Если я тут бы пытаюсь написать то же самое. Hello World. Он вообще достает какой-то импорт из SanJvmHotspot какой-то. Понятно. Ну, допустим, HelloWorld.main. Там даже main есть, ничего себе. Но это что-то из hotspots, смотрите. SanJvmHotspot, HelloWorld, intfu равно a, HelloWorld, existing. Это что-то не то. Заимпортилась неправильная штука. Далим импорт. И идея подсказывает, что есть только один, ну, один возможный импорт в этой ситуации, а именно из SanJvmHotspot. Поскольку здесь нет пэккеджа, мы не можем этот класс вытащить из другого места. Ну, это, в общем-то, лирика. Давайте это сейчас я тоже запушу. Ну, GSTL у меня просто алиас стоит на команду git status. О, смотрите, а еще появилась папочка out, которую гид тоже знает про нее и говорит, что ну давай ты ее тоже добавишь. Но если ее открыть, то выяснится, что там лежат скомпилированные классы. Причем в таких же папочках, да, как были у вас сорцы. И вот распространенная ошибка это эти классы тоже запушить. Так делать не нужно. Это неправильно. Поэтому в git ignore нужно сделать две вещи. Во-первых, написать звездочка точка класс. А во-вторых, явно выкинуть отсюда папку out. Теперь, если вы сделаете git status еще раз, то вот он эту папку уже не видит. Папку out, да, ну и точка класс, соответственно, тоже просто потому что... Ну, по двум причинам, да. По-первых, то, что она в этой папке лежит out. А во-вторых, даже если вы поместите это в другое место... Ну, давайте создадим там файл test.class2. Вот, тест класс 2 виден, да? Если же вы здесь создадите файл test.class... Ну, это что-то не то... Что-то создалось... Но git уже не видит этого классика. Ну, этого файлика. Это как раз таки по той причине, что в git ignore есть явное указание, что любую сущность с расширением .class игнорировать. Ну, не сущность, там, файлик, да? Так, ну, окей, закину сейчас hello world. Теперь, если вы откроете, здесь он тоже появился. Так. SRC main java, hello world 1, hello world 2. Так, и дальше у вас будет первое домашнее задание. А именно вот тут вот создадим еще один пэккедж. Назовем его task1. И теперь само домашнее. То есть домашнее какое, да? Типа зарегистрироваться, сделать форк и реализовать один-единственный интерфейс. Соответственно, надо сделать вот такую задачу. И вы ее, возможно, уже где-то встречали. То есть она такая, можно сказать, известная. И используется в узких кругах. Иногда даже используется на собеседованиях. Собственно, смотрите, вот вся задача, да? Что у вас есть какой-то интерфейс fisBus. У него есть метод print, который печатает числа от какого-то до какого-то. Ну и есть ограничения, да? Что если число кратно трем, то вы печатаете fis. Если число кратно пяти, то печатаете bas. Если и то, и другое, то печатаете fisBus. Иначе печатаете саму цифру. Теперь смотрите, вот это вот все можно делать очень даже по-разному. Сделать эту реализацию. Вот задание в том, чтобы сделать любое решение, которое бы удовлетворяло вот этому описанию. То есть делать можете, что хотите. есть только... Сейчас я его создам. То есть вот есть task1. Здесь создается java-class тип interface. Назовем его fisBus. Ок. Паблик не нужен, вам говорят, потому что как раз таки в интерфейсе все публичное. Поэтому паблик стирается. Остается метод print. Эту штуку... Я пушу. В общем, смотрите. Получается, что у вас вот есть package, да? В этом package есть интерфейс. И вот вам нужно написать класс, который этот интерфейс будет реализовывать. Возможно, вы захотите сделать несколько классов. Или вам будет достаточно одного. Можете сделать классы внутри package. Можете сделать там класс здесь, например. Класс, класс, implements там. В том есть супер кнопка в идее. Там implements. Здесь написать реализацию. написать какой-нибудь там main, чтобы проверить. Как это сделать? Там new c. Ну вот вопрос, да? Могу ли я сделать вот тут вот сейчас написать просто c.print? Ну нельзя, потому что как раз таки вот этот вот контекст статичный. Статик контекст, да? И чтобы можно было бы, надо чтобы этот метод тоже был static. Но не static, поэтому... Поэтому вот new c.print. 0 там 1. Если это вызвать... Ну будет исключение просто потому, что здесь написано исключение. Соответственно, вот вам нужно каким-либо способом сделать реализацию вот этого интерфейса, чтобы он подходил под требования. И второй момент, вам надо это все себе подтянуть. Лучше сейчас, да? Выкачать себе репозиторий и убедиться, что вы смогли эти изменения вытянуть. При этом давайте... Ну все, это все домашнее. Давайте, если у вас есть какие-то... Давайте вопросы по домашней. Вот я открываю слайд. Есть ли какие-то вопросы? А вы не могли еще раз показать, как декаба... Да, покажу. Ну я расскажу еще раз в конце. Ну то есть смотрите, давайте так. Вопросов по этому домашнему не будет. Ну то есть не будет в смысле, что я вам ничего не отвечу. Просто потому, что я хочу, чтобы вы написали это как-нибудь, как вам больше нравится. То есть если вам надо как-то... Ну надо ли объяснять, как интерфейс реализовывать? Там уже был этот код. Получается... Ну то есть без разницы, где вы это все создаете... Кстати, странно, что тут... Ну то есть чтобы реализовать интерфейс, надо написать класс, название класса Implements, это штука. Потом сделать override, назвать это public void. Public, потому что это тот модификатор, который неявно указан в интерфейсе. Но это все может быть отличаться. Возможно захотите несколько классов создать. Класс создать не внутри, а снаружи. Сделать разные реализации. Возможно еще как-то там проверить эти входные данные. В общем, как хотите. Ну я так понимаю, все смогут класс заимплементить. Ну заимплементить интерфейс. Так, теперь... Ну в общем, домашнее. Внутри этого пэккеджа реализовать эту штуку. И давайте... Вы сделаете в своем форке бранч имени себя. Нет, давайте не так. Сейчас. По-другому. Вот тут вот будет ru-mail-polis. Я не по-другому. Ладно, неважно. Просто сделаете в своем бранче, в своем репозитории бранч имени себя. Ну свою фамилию просто введете. И в нем сделаете изменения. Как создавать бранчи? Ну это типа git, check-out. То есть скачиваете fork. У вас есть мастер с этими всеми исходниками. Потом делаете git-checkout-b, чтобы бранч сразу создался. Здесь делаете свою фамилию. Делаете enter. И вот на основании мастера создался другой бранч. Вот и в нем делаете какие-то изменения. Ну и давайте потом вы присылаете pull-request. Как это сделать, указано в ссылке. В самом начале, которая была. Вот здесь вот. GitHub Hello World. Там в принципе сказано, как там это все создавать. Как делать pull-request. И был вопрос, как скачивать, да, еще раз. Так, давайте еще раз по шагам. Смотрите, вы заходите. Так, вот он, classic. Заходите по этой ссылке, да, Java OpenCourse. Тут есть кнопка fork. Вот, кстати, у вас 41, здесь 27. Ну, допустим. Где-то остальные. Не у всех ноутбуки, да, я так понимаю. Вот, ты смотри, ты заходишь, нажимаешь fork. Потом заходишь в свой репозиторий. Давай, как тебя найти? Давайте, вот, рандомченко. Я не знаю, кто это. Нет, не сюда. Так, вернемся. Вот, Java OpenCourse. Потом вот есть кнопка, у тебя там будет кнопка клоун. Ты заходишь в терминал. А гид вообще есть? Вот, заходишь в терминал, делаешь гид клон. Вот здесь вот свой логин. В данном случае получается вот рандомченко собака. Ну, кстати, github.com. То есть вот здесь, кстати, видно, да, что ваш fork на 4 коммита отличается от моего. This branch is for commit behind NMS master. Ну, давай твой. Какой у тебя логин? Спалим сейчас всем. Ладно, неважно. Делаем... Клон ты сделал? Делаете клон потом. Так, ну хорошо, а дальше в чем проблема? А, как актуализировать. А, как актуализировать. Есть такое понятие, как upstream. Видели такую штуку? Сейчас покажу. Сейчас. 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 Вот, смотрите, есть вот такая дока. То есть у вас вот вы сделали fork, и теперь у вас, в принципе, своя собственная независимая версия этого репозитория. Единственное, что он что-то знает о своем родителе, да, с которого делали fork. Теперь, если вы посмотрите, то у вас есть вот этот git remote, который на что-то указывает. Ну там origin, да? Вот вам нужно сделать, написать git remote add название, ну, например, там base или upstream, как вы сами захотите это назвать. И вот здесь ссылка на мой репозиторий. То есть пишите в конце, ну, скачиваете, делаете клон, заходите в эту папку, дальше пишите git remote add. Ну, допустим, не origin, а upstream. Ну, кстати, у вас вроде не будет origin. Попробуйте, кто-нибудь сделаете git remote. Вот, если вы сделаете git remote, что у вас напишет? Тоже origin, да? А если вот так вот, git remote минус v, то, скорее всего, у вас вот тут будет ссылка на вас. На ваш гитхаб. Соответственно, вот вам нужно сделать, написать git remote add, какое-то название. Ну, давайте назовем это upstream. Git remote remote add. Вот это doka. Тут это видно вообще? Git remote add, upstream. Где дальше указываете вот эту ссылку. tps, github.com, вот это вот все остальное. Жмете enter. И если сделать теперь git remote минус v, то у вас появляется еще там upstream какой-то. Вот этот upstream вы должны задать на мой репозиторий. Дальше, когда вы будете делать, стягивать изменения, ну, допустим, в мастер, да? То вам надо будет написать команду git pull. Делали когда-нибудь? То есть, когда делается git pull, на самом деле, следующая строчка – это то, откуда стянуть. И часто используется просто git pull origin, а вы должны написать git pull upstream master. И он попытается что-то скачать. Ну, вот в моей ситуации он говорит, типа, ну, слушай, как бы все, типа, обновлено. Ну, то есть, давайте, вот вам надо добавить upstream и сделать git pull upstream master. И таким образом, то есть, делаете git pull, вам эти изменения скачаются. Дальше делаете git push origin master, и он закинется в тот branch, который мастер вас. То есть, скачиваете, делаете pull с моего, а пушите в свой. Вот у вас origin должен соответствовать вашему репозиторию. А через идею это никак можно делать? Я думаю, что можно, но такого мастер-класса не будет. Ну, через идею можно и branch создавать, и commit делать, и все это есть. ВЦС, git, branch, merge, stash and stash, remotes, вот тут есть. Ну, вот через идею define remote. Ну, просто, если надо делать то же самое придется. ВЦС, git, remotes, плюсик, название, ссылка. Ну, можно убедиться, да, что здесь то же самое. На самом деле, что я там писал в консоли. Просто потому, что настройки git, они с идеей не связаны. Ну, если вы посмотрите, если посмотреть глубже и написать ls-a, то тут, на самом деле, есть папочка .git, в которую ходит идея. Ну, и формально, если вы что-то через идею поменяете, он поменяет то что-то внутри .git. Если вы сделаете через терминал, то то же самое произойдет. Так, ну давайте, у кого-нибудь получилось сделать эту штуку всю? Ну, вот с самого начала войти в git. Что значит войти в git? Как залогиниться на сайте? Логин, пароль написать на сайте github. Просто git, логин, пароль и все? Я чуть не очень понимаю. Ну, ты заходишь на сайт github. Ну, на сайте это все. Я имею в консоли. А, зачем в консоли? В консоли не надо логиниться. Если у тебя есть git, ну, то есть, ты можешь проверить. Пишешь git, если что-то произошло, значит, у тебя есть такая утилита. Ну, все, здесь не надо ничего. Просто git – это программа, которая позволяет с этими репозиториями работать. Система контроля версии. А github – это типа сайт, который на основании вот этой вот системы контроля версии git сделал себе бизнес. Да, вы заходите в свой конкретный форк, делаете клон. Ну, то есть, заходите… Да. Ну, не эту ссылку, а ссылку из вашей версии, из вашего форка. Ну, предварительно желательно создать еще какую-нибудь папку, да? Типа… То есть, вы создаете, заходите в какую-нибудь папку, там, например, программирование slash github, в ней делаете git-клон по той ссылочке, у вас появляется папочка java open course 2019. Ну, и если вы предварительно до этого пустой репозитории не скачивали, то у вас будут актуальные изменения. Ну, и давайте я на всякий случай еще напишу в ридме… Потом клон, форк, клон, форк… … 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 Потом после git-clone настраиваете upstream. Так, куда посмотреть? Git remote ADD. Upstream. Дальше указываете, соответственно, уже мою ссылку. Потом... For pool changes. Делаете команду git pool upstream master. From base repository. RepoD. Push changes. Inforc. Здесь делаете git push. Здесь не upstream, здесь origin. Ну и дополнительную, типа create branch from master. Это git checkout минус b. Last name. Ну вот, вопрос к тем, кто скачал его пустым. Получилось у вас вытянуть из мастера изменения? Давайте возьмем персональную ответственность. Кому-то мне повезло. Давайте возьмем персональную ответственность. Кому-то мне повезло. И будем считать, что все разобрались. Ну давай я сейчас запушу эту штуку. Ну вот, смотрите, в Риме появилось описание того, как мы видим. Ну вот, смотрите, в Риме появилось описание того, как мы видим. Как-то сделать. Ну, возможно, git. А, сейчас. Вот тут желательно указать ссылку. Уогин. Потому что гид может поругаться, что он вас не знает. И надо еще настроить. Чтобы этого не делать, достаточно просто сразу же это указать. Ну ладно, а теперь? Что нужно тут делать-то? Одну минуту. Ладно, пока вы делаете. Спасибо. 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 Так, ну и напоследок. Что я хочу... То есть вот это домашнее, да, типа зарегистрироваться, сделать форк, реализовать, запушить. И есть еще ссылка о том, как вообще правильно, типа, скобочки ставить, модификаторы доступа, как все называть. Там, в принципе, где-то 20 страничка 4. Не очень большая спека. И дальше на следующих лекциях мы разберемся над тем, как сделать так, чтобы другие люди тоже соблюдали правила. Если вот вы прочитали доку и решили, что вы с ними согласны, могут прийти несогласные. И вот на одной из следующих лекций мы разберемся, как сделать так, чтобы несогласные с конвенцией, которую вы приняли где-нибудь, не смогли ее нарушить. Безболезненно. Да, и найти меня можно, соответственно, в Тамтаме. Это Ми и Михаил Нечаев. Ну, слайды будут выложены. Да, и еще вопрос-то. Давайте. Есть еще вопросы, как это все репозитори-то скачать? И сделать пол изменений. Я, допустим, когда добавляю upstream, у меня уходит потал, нод, эдит репозиторий. Так ты, наверное, не fork. Вы уверены, что вы fork склонировали? Да. И когда вы делаете... Ну, если вы сделаете git origin, что он вам покажет? git origin минус... Нет, минус v. Ай, не, не то, не то говорил. git remote минус v. Возможно, проблема в том, что про вас не знает гитхаб. То есть вот я здесь не случайно просил у вас логин указать в ссылке, чтобы он понял, кто вы такой, кто вы такие. Как это починить, не удаляя ничего? То есть у меня вот здесь origin с логином. И когда я пытаюсь что-то сделать с гитхабом, он у меня первый раз попросит пароль. Как сделать так, чтобы починить это и не делать заново клоун? Это делается... Сейчас покажу, как. Собственно, есть вот этот гит, git how to. В нем есть такой table of content. И... Давайте включим русский. Сейчас где-то тут... Вот, смотрите, вот есть такая штука git config. Username. e-mail. То есть вот вы можете написать там git config user.name ваш логин гитхаба. Да, и кстати, вот здесь еще полезно было бы сделать вам вот такую вот штуку, как... Ну, вот это вот тоже сделать. Git config global core auto.crlf true. Ну, есть проблема с тем, что на Windows одна кодировка... Ну, переводы строк разные. На Windows это slashr, slashn, а на Linux это просто slashn. И вот, чтобы было одинаково, делается вот такая вот штука. Ну, то есть не чтобы одинаково, а чтобы она понимала. Так, сейчас, секунду. Так, давайте я тут открою этот ритми. Так, а та проблема-то решилась? Сейчас попробую. Sometimes. én, на мяк. Значит, как путь к игре. Да. И будет связи с этими Cand女. Спасибо. 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 В принципе, на сегодня все тогда.